У нас есть всегда хорошая возможность собираться здесь, молимся, прославить Богу. И у нас есть брат, его зовут Лерой, это его четвертый раз преподавал здесь, хотя он был здесь уже много раз. Он был пастором в Америке, и он преподает сейчас какой курс? Роговодство. Кто там? Несколько, да? Мало. Поэтому я приглашал, что буду делиться с нами в Чапелло. И, пожалуйста, Лерой, come on up. И мы рады, что ты здесь. И пусть Бог благословит твое время. И Сергей будет перемен. 55 лет назад, I became a believer in Jesus Christ. I was 8 years old. So that makes me an old man. As I grew up in a church that was very good. И я вырос в церкви очень хорошей. Они преподавали Слово Божье. Они преподавали Слово Божье. Любили Господа. Но, unfortunately, I learned some things they never intended to teach me. Однако, к сожалению, я узнал то, чему они меня никогда не хотели научить. Оказалось, что мое представление о Боге сформировалось очень рано, в очень раннем возрасте. И только лишь несколько лет назад, то есть позже, намного позже в жизни, я осознал, насколько неправильно я понимал Бога. Конечно, я мог успешно сдать тест о характеристиках Бога. И я мог написать правильные ответы. Но в моей жизни были такие убеждения, такие взгляды, которые я не записывал на бумаге. И вот студенты моего курса вчера слышали от меня вот эту историю. Это уже повтор для них. Мне было 12 лет. Ну, для начала, я немного скажу, что мама моя, она была инвалидом. Уже когда мне исполнилось 8 лет, она уже совсем не могла ходить. Была прикована к инвалидной коляске. То есть если куда-то нужно было отправиться, это только на инвалидной коляске. Но, к счастью, она могла передвигаться даже таким образом, но все равно могла. Мы ее вывозили из дома, помогали сесть в машину. И всякий раз прежде чем мы покидали наш дом, она говорила, сын, удостоверься, что в доме чист. Как вам кажется, представление о чистоте и порядке в доме 12-летнего мальчика и мамы одинаковы? Поэтому, когда мама, вот отправившись куда-то, да, на машине, и возвращалась, и находила меня дома, да, вот я дома оставался, убирал, так сказать. То она каждый раз указывала, что я не доделал или сделал не так. Вот это нужно было еще сделать. Это там поставить на место. Ты что, вообще не можешь ничего правильного сделать? И я пришел к выводу, что маме своей угодить я не могу. Но однажды они отправились из дома куда-то, не сказав мне привычного, убирай в доме, пока нас не будет. И я подумал, вот я их удивлю. Я умираю в доме даже без указания со стороны родителей. И когда мама вернулась, попробуйте угадать ее реакцию. Бывали ее реакции такой, сын, ты такой замечательный у меня. Ты прекрасно все здесь убрал, навел порядок. Как вам кажется, то, как я убрал в этот день, было ли таким же уровень или степень уборки, такой же, как и в прошлый раз? Нет, нет, нет. И вот я понял, что мое представление о Боге сформировалось под влиянием моей матери. То есть, как я представлял свою маму, так я стал представлять себе Богом. I could never please mama. То есть, маму угодить, и маме никогда не угодишь. I'll never please God. И Богу я никогда не смогу угодить. Because if my mother had really high standards, поскольку если у мамы мои высокие стандарты, God certainly had higher standards, то ведь Бог намного совершеннее, и его стандарты намного выше. But then I thought of something. If I could surprise my mother, and she was happy, If I could surprise my mother, and she was happy, Maybe I could do the same thing with God. And I could do the same thing with God. So, I would start to look for things to do to please God. Поэтому я начал искать, ну вот, пути, как Богу угодить. Чтобы такое сделать, чтобы сделать ему приятное. So, I would go and tell a friend about my faith, about Jesus. Поэтому отправлялся я к своему другу, и благовествовал ему об Иисусе. Говорил ему о своей вере во Христа. And go back to God, and say, are you happy? И возвращался к Богу, и говорил, Господи, ты же видел, ты рад? I would read my Bible. Читал Библию. And say, are you happy? Господи, я сегодня Библию читал, ты рад? Am I a good boy? Хороший ли я мальчик? Have I pleased you? Угодил ли я тебе? And as I carried that attitude through my life, И вот это, я с таким отношением жил. God had to teach me many lessons. И вот Богу в терпении учил меня многому. Он не просил меня идти и делать что-то, чтобы сделать его счастливым. Бог создал меня, Бог дал мне силу, способности. И у него для меня есть задания. Которые помогут мне исполнить его задания. You recall, we could, let's turn to Isaiah chapter 6. И приглашаю вас открыть книгу Исаии, книгу пророка Исаии, 6 главу. You're very familiar with the first few verses. But, and I won't read it, but you can refresh your memory as we talk about it. Вы можете перечитывать всю главу. Вот мы всю читать не будем. Isaiah sees the Lord high and lifted up. Вы помните, что здесь Исаия видит Господа высокого и превознесенного. He is overwhelmed with the sight of God. И он вот это видение, видение Бога, ну просто переполняет, захватывает все чувства Исаии. The sharp contrast between the holiness of God and his sinfulness. И Исаия переживает разительный контраст между святостью Бога и своей греховностью. And then the coals were brought down to cleanse him. And then God says, Who will go where we want to send you? And of course Isaiah said, Here am I, send me. Now, as I read that, I see some different things there. Когда я читаю этот отрывок, я вижу различные здесь факты, истинные наблюдения. One thing that comes to my mind is if I am being asked to do something by this powerful God. Вот одна из картин, вот как я вижу в этот отрывок, ситуация, что Бог всемогущий, великий просит меня что-то делать. I figure I have some pretty good resources on my side. У меня как бы хорошие есть ресурсы. I'm not going out there by myself. Я не иду один исполнять поручение Божье. Но при этом я кое в чем ошибался. Я видел Бога высокого и превознесенного на престоле. И думаю, мне нужно стараться угодить ему. Поэтому буду делать много различных дел. I'm going to go on a mission trip. And I'll come back to this high and mighty God and say, are you happy? I would teach a Sunday school class. And I would come back and say, God, are you happy? Do you know that for most of my life, I knew that God loved me, but I didn't think he liked me. Think about that for a second. Is there anybody in your life that you love them because you know you should? But you really don't like to be around them. That was my view of God. As long as you keep doing things for me, Larry, it's okay. But I don't want to spend a lot of time with you. And so I was afraid of God. What I began to understand from reading through more scripture. How did Jesus put it in John chapter 15 in the first five verses? Let's look at John 15, the first five verses. I started with verse 5, excuse me. Начнем вот с пятого, точнее. Я есть млоза, пятый стих, verse 5. Я есть млоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Если мы в нем пребываем, тогда мы плодоносим. Ибо без него ничего делать не можем. So if I take my first view of God as high and lifted up. And I think I can run off and do all these things to please him. И вот я должен, я просто обязан. Это мой долг, необходимость делать дела, служить ему, чтобы ему угодить. John 15 tells me, you can't do that. То Иоанна пятнадцатая глава говорит мне, ты не можешь это совершить. If you try to do that in your own strength. Не можешь, особенно если ты делаешь это своими собственными усилиями. Своей силою. Ты потерпишь неудачу. Apart from Christ, we can do nothing. Без Иисуса, вне Его, без Него мы не можем делать ничего. Now I'd heard that all my life. Да, я слышал это всю жизнь. So I knew that I could not do anything apart from Christ. Да, конечно же, я знал, что без Христа я ничего делать не могу. But I still tried. Но я старался, пытался. Let me give you another illustration of that. Еще одна иллюстрация этому. Сколько раз было ли у вас такое, что вы читаете книгу, она вас очень вдохновляет, и вы говорите, вот буду жить так, или поступать так. Вот план действий, например. Or you had a professor here. Или профессор вот в семинарии. And they gave an illustration. И он рассказывает что-то. And you said, ah, that's what I'm going to do. И вы, точно. Это мне нужно делать так, поступать так. Или же известный, любимый вами проповедник, где-то там выступает, или вы слушаете его запись. Вот, идея сразу вас затронула. Вот я буду так жить. Вот поступать так мне. Is there anything wrong with getting ideas from speakers and from books? Разве это, если что-то плохое, разве это неправильно восхищаться именно идеями, перенимать, вдохновляться такими идеями из книг, от людей? No. Нет, ничего неправильного нет. That's why we have speakers. That's why we have books. Поэтому у нас есть книги, мы их читаем, проповедники, мы их слушаем. Но вот проблема в чем? Если я живу именно таким образом только лишь, то я определяю или решаю сам, в чем Божья воля. Идею этого человека нравится мне. Идея этого проповедника мне нравится тоже. О, то, что в той церкви делали, вот это прекрасно, это здорово. И вот я буду все это делать, и возвращаться к Богу, к Святому и Великому, и говорить, Господи, ты доволен? И он может сказать, спасибо, хорошо. Но он может так же сказать, а я тебе об этом не просил. Что я сегодня хочу вам сказать, И подчеркнуть для всех нас очень важный момент, а именно постоянное пребывание в непосредственном общении с Богом. Иллюстрация еще раз скажу. This happened about a year and a half ago. As was mentioned, for the last 10 years, I've been owner of a couple of businesses. Я уже говорил своим студентам, что последние 10 лет занимаюсь предпринимательством. Различные у меня есть, так сказать, предпринимательские инициативы провожу в жизни. The first few years in the business were okay. Вот поначалу, вот первые годы моего, так сказать, независимого плавания, предпринимательства, ну, все было хорошо. Но последний год, ну, достиг я одна. Потому что один из бизнесов, которым я занимаюсь, это продажа каких-то там вещей. И на этих вещах можно либо заработать много, или же заработать большой тоже ноль. И в прошлом году мы вышли на большой ноль. Но вот расходы, которые мы затратим, наши затраты, да, они растут с каждым годом расходы растут. И я вот все время думал, что же мне делать? И думал, вот это, и это, и это, как Богу можно угодить? Я думал, вот я буду здесь еще, и там трудиться, и там служить, и там служить, и служить, и Бог будет потом мой бизнес благословлять. Потому что если я вот буду служить Богу, может, Богу я понравлюсь. И вот у меня был один человек, который серьезно рассматривал возможность приобретения. И все, кто знал, говорил мне, слушай, обязательно человек этот приобретет, ну вот этот бизнес, да, он возьмет, ну станет хозяином этого бизнеса. И ты сможешь наконец-то расплатиться со всеми, вот, расплатиться по счетам. Я woke up on a Wednesday morning, looked at my email, and the man said, I cannot buy the business. Черным по белому, я не могу купить этот бизнес. I just fell back. Я даже с кровати стать не могу. Lord, what more do you want me to do? Я думал, Господи, что мне делать, что ты хочешь? Господи, это самый длинный день в моей жизни. Я устал. Я изнемог, не физически. Я устал от того, что я терплю неудачу за неудачи. Я устал от ощущения того, что я неудачник. Я устал от чувства, что я тебе не нравлюсь. И вот тот вечер, Господь дал мне стихи из Писания, песни, которые убаюкали меня. The next morning, I got up from my quiet time. And what I did that day was I listened to a radio preacher through the internet. Я также слушал радиопроповедника вещающего через интернет. And I immediately fell asleep during the devotions. In the morning. And when it was my quiet time of meeting with God at the morning, I turned, I listened, I listened, I listened again, and I turned. I睡ed again in the morning. So I woke up. And when I woke up, I did my devotion. The message was done. Значит, смотрю так, закончилась проповедь. And I had slept through it. Я говорю, проспал всю проповедь. So I hit the button to play it again. Думаю, ну, прокручу, прослушаю заново. And I'm listening. И слушаю повтор. The first message had been from the book of James. Значит, первый отрывок, вот первый проповедь, первый отрывок из книги послания Якова. And as I'm listening, this speaker said, let's turn to Psalm 73. And I said, what does Psalm 73 have to do with James? What I found out later was this. When I hit the button on my computer, it did not play the same sermon. It went back six months and played a sermon I didn't intend to hear. So I started to read Psalm 73. In the first part of the Psalm, Asaph is saying how much he envied those who were prosperous. He talked about his discouragement. And let's look at verse 21. And why don't you read verses 21 through 24 for them. As I continued to read in Psalm 73, I started to cry uncontrollably. And it was like God said, Larry, you are not a loser. You are not a failure. And when I realized that I had gotten to Psalm 73 by mistake, I said, God, thank you. And then I said, what else do you want to show me? And so I went to my bookshelf. And I picked up a book by Jonathan Edwards. And there was a bookmark in it. And the passage was exactly what I needed for right then. And the passage was exactly what I needed for right then. I looked at the bookmark. I had put that in that book six years earlier. So I'm going, whoa, okay. What else? So the Lord brought to my mind a very small book called The Spiritual Secrets or Spiritual Life of Hudson Taylor. I've read it many times and have underlined it. It's a very small book, easy to read. At the end of the second chapter, Hudson Taylor is writing a letter home to England. He is telling his friend, I have been so discouraged. I feel all alone. But God has led me to Psalm 73. I said, Lord, you have my attention. I said, Lord, you have my attention. And that started my search. And that started my search. To change my attitude. So instead of me going out and trying to do things to make God happy, I said, God, what is our assignment today and the next day? Where are you leading me? What do you want to do through me? If you say go, it's go. If you say sit still, I'll sit still. But do you know the most amazing thing happened? I now feel like God not only loves me, but he likes me. Here's, here's, I'll leave you with this thought. Here's, here's, I'll leave you with this thought. In your studies, learn all you can. Soak in the word of God. But make sure that that relation with God is so strong. that you have no doubt that when he says go, he's going with you. He's going with you. I am so thankful to God for his provision. And I thank God for the honor and the privilege of sharing with you. Let's pray, shall we? Our gracious God and heavenly Father, you are high and lifted up. But you also know all about us. You love us deeply. You care for every aspect of our lives. I pray, Lord, that you would come down into our minds and clear any fuzzy thinking we might have. And we ask that you would help us to be obedient in all things. We love you, Lord. And we thank you for all you do. And we ask for your blessings in Jesus' name. Amen.